Иванский танец в масках. Считается, что это самый древний из примерно трех тысяч традиционных танцев Индонезии. Он уходит корнями в восьмой век. Однако тех, кто может ему обучать, в наши дни можно пересчитать по пальцам. 42-летний Три Хандаё – один из таких. В городе Маланг, провинции Восточная Ява, он обучает детей этому танцу уже более 20 лет. Причем бесплатно. Маски тоже делает сам. Их продажи зарабатывает на жизнь. Организовывает и выступления. Хандаё – танцор и мастер по изготовлению деревянных масок в четвёртом поколении. «Вырезать маски я начал с имитации работы своего дедушки Каримуна. Мне удалось закончить ту маску, и с тех пор я увлёкся этими масками и танцами. Во мне это вызывало особенные чувства». И похоже, Хандаё удается передать эти чувства подрастающему поколению. 12-летний Мартино занятия не пропускает. «Я обучаюсь малангскому танцу в масках с шести лет, с тех пор, как пошёл в школу. Я учусь этому, потому что хочу сохранить этот танец как традицию». Танцы изображаются историей из местного фольклора. Некоторые передаются уже много веков. Однако индонезийские власти признали этот танец формой искусства лишь в 80-х годах прошлого века, когда традиция встала перед угрозой вымирания. С тех пор стали поддерживать. «Власти маланга несут ответственность за сохранение яванского танца в масках и за то, чтобы помогать с поиском помещений для выступлений. Мы помогаем в этом, а также призываем общественность и другие департаменты правительства присоединиться к усилиям по сохранению этого вида искусства». Считается, что предки индонезийцев начали использовать маски для изображения различных героев, потому что у них не было доступа к гриму, который можно было бы нанести на лицо. Спасибо.